Всем привет, меня зовут Redragon и сегодня я покажу вам еще один билд, который поможет вам немножечко сэкономить денег, немножечко заработать денег, поскольку он нифига не стоит, ну почти, и в принципе он достаточно эффективен. Но прежде чем мы начнем про билд и про вот это вот все, я хочу поблагодарить всех за активность под последними роликами, за подписки, за комменты, за все, это очень круто, это очень хорошо продвинуло все и привело людей, и я очень сильно рад, и это очень круто. Поэтому опять же, большое всем спасибо, и если вы на канал не подписаны, ну вы можете это сделать, это будет круто, это будет хорошо, и также будет много контента дальше. В ближайших планах, я так думаю, 100 подписчиков мы скоро хитнем, я сделал какое-нибудь веселое видео в честь такого. И также мне поступило очень интересное предложение сделать гайд на снайпера, а именно, как отыгрывать со снайперкой, как позиционироваться и так далее. Соответственно, это очень круто, и я подумаю, как это реализовать, если у вас есть какие-то идеи, как это реализовать, или у вас просто есть какие-то предложения по видео, либо почему-то еще. Пожалуйста, пишите в комменты, я посмотрю, я подумаю, может быть, что-нибудь сделаем, и будет, собственно, все круто. Вот. В общем, как-то так, вводную часть мы на этом заканчиваем, переходим непосредственно к билду. Итак, этот билд у нас строится на коротком спрингвилде с коротчащими боеприпасами, и на двух колдбол конвержинах с своими же патронами. Собственно, это самое, опять же, основное, самое главное. То, что вы видите на экране, это то, с чем я обычно бегаю, но, опять же, может это все меняться, не имею в виду инструменты и расходники, под ваши нужды, под ваш плейстайл и так далее. По плюсам этого билда. Первое, он очень дешевый. То есть, спрингвилд сам по себе нихрена не стоит, и конвержины тоже стоят очень мало. Мало того, спрингвилд и конвержины можно получить с бесплатных охотников, бесплатно. То есть, это как бы очень круто. Второе, этот билд отлично подходит для близких и для средних дистанций. Ну, во-первых, ну, что среднее оружие, как бы, спрингвилд. Сам по себе, хорош для средней дистанции. Во-вторых, у нас есть два пистолета, которые утилизируют врагов и на близких дистанциях уничтожают, я бы даже сказал, и на средних в том числе. Также, в оригинальном виде, этот билд не требует никаких перков под себя. Они, ну, их можно, естественно, добавить, но даже без перков он показывает себя довольно неплохо. Минусы этого билда заключаются в том, что основное оружие у нас однозарядное. Это, я бы сказал, что это не очень хорошо, по крайней мере, в данном случае. Также, на длинных дистанциях, как и второй минус, воевать с этим билдом довольно трудно. То есть, против лонгама, мосин, снайперов, спарксов, вы едва ли что-то можете сделать. В принципе, редко можно против них что-то сделать, если у вас нет снайперки, но тут, даже если они возьмут просто дистанцию, у вас будут большие проблемы. Потому что, все-таки, это медиумама винтовка, и там либо вы целитесь в голову и убиваете врагов, либо не ввязываетесь вообще в такие файты, потому что у вас будет намного меньше шансов выиграть. И третий минус в этом билде, очень трудно добивать противника после попадания со Спрингфилда. То есть, опять же, если вы будете особенно перестреливаться на больших дистанциях, вы можете попадать во врага, но вы можете его не добить. Это неприятно, и это решается просто с сокращением дистанции с вашим противником. Также, если вы, собственно, отыгрываете от бесплатного охотника, от того, что дает вам Ранальд на бесплатном охотнике, то у Спрингфилда есть разные модификации. Модификация с штыком, модификация с прицелом. Главное отличие модификации со штыком в том, что прицел начинает шататься намного сильнее, когда вы целитесь, и это снижает вашу эффективность на чуть более дальних дистанциях еще больше, потому что попадать в противника становится еще сложнее, и это... это говно. Все, тут как бы ничего не скажешь. Юзабельно, но не очень приятно. Но юзабельно. Но не очень приятно. И далее есть модификация с метким глазом, дедаем. Это уже намного интересней, поскольку вы становитесь более эффективны на чуть более дальних дистанциях, и на коротких дистанциях я бы сказал так же, поскольку с прицелом столь малой кратности на средних и чуть более близких дистанциях намного проще попадать в голову. Когда у вас однозарядная винтовка, ну, попадать в голову это хорошо, особенно когда это Спрингфилд, и особенно когда у вас нет нормального оружия для добивания противника. Ну, оно как бы есть, но такое. Вот. Попадать в головы проще, стрелять на дистанции проще, это намного круче. Однако, крайне важно под этот Спрингфилд с метким глазом брать перк Steady Hand, чтобы, соответственно, не шатался прицел слишком сильно, поскольку его очень сильно шатает, и у вас намного меньше прав на ошибку с однозарядной винтовкой. И поэтому, когда вы берете, соответственно, Спрингфилд с дедаем, вы обязательно должны брать этот перк. А потом можно еще взять имбидэкстра под пару колдволов и, собственно, наслаждаться жизнью. Так, а теперь я пущу какие-то рандомные видеоролики, которые косвенно будут как-то относиться к тому, что я говорю, но не очень сильно, но тем не менее. И расскажу вам, почему этот билд работает, и как он работает, и как с ним играть. Итак. Самое главное — это кровоточащие боеприпасы на Спрингфилде. Они хороши тем, что они сразу выводят одного противника из ганфайта. Если вы играете в соло, это очень важно. Если вы играете с друзьями, это тоже очень хорошо, поскольку при игре с друзьями таким образом всяким другом вы сможете быстрее убивать или выводить из ганфайтов врагов. Под выводом я подразумеваю то, что вы попадаете в противника. Спрингфилд наносит миллион урона ему, у него остается очень мало хп, и на нем еще висит кровотечение, которое если он не снимет, он умрет. Поэтому, допустим, вы перерстреляете с человеком, вы по нему попадаете, и он такой типа «Аааа, херово!» и уходит за стену, хилится. И здесь можно утилизировать наши два пистолета с мемж-патронами. У меня было такое, как я схватился с парой человек. У меня охерительно сгорело тогда, потому что Shadow Plays сдох, и я не смог сделать этот клип. Ну, в общем, я попал в чувака со Спрингфилда, он ушел за стену, начал снимать кровотечение, Я достал два колдвола и просто расстрелял эту стену, и чувак откис. Это было очень круто, и это одна из главных причин, почему этот билд неплохо работает. Потому что люди, ну, всегда, когда они получают урон, не заходят за какое-то препятствие. В FMG Conversion они пробивают эти препятствия, и человек, собственно, отлетает. Вот. Также, учитывая то, что мы будем играть на близких и средних дистанциях с этим билдом, опять же, на длинных он не подходит никак. Так, на близких и средних два колдвола сами по себе показывают себя довольно хорошо. Особенно, если, ну, дистанцию сократить еще больше. Особенно, учитывая, что с них можно стрелять практически мгновенно, что позволит практически сразу уничтожить противника. Это, ну, на самом деле, очень круто. Вот. Кстати, да, важно не забывать о том, что кровоточечные боеприпасы не пробивают препятствия вообще никак. Это на случай, если вы захотите выстрелить противника с спринтфилда с кровоточечными боеприпасами, когда он идет за стену. То есть, это так не будет работать. И также важно помнить, что кровоточечные боеприпасы снижают скорость полета пули. И это, короче, не очень круто. То есть, на более дальних дистанциях они, эти боеприпасы, теряют немного свою эффективность. Поэтому, обычно, если я знаю, например, что я захочу пострелять в стену, если я знаю, что человек будет за препятствием, или если я знаю, что он будет очень далеко, я убираю кровоточечные боеприпасы и беру обычные. Потому что, ну, опять же, если человек, допустим, вдалеке сидит в окне и пикает его, он может заходить, соответственно, за препятствия, прятаться за окном. Ну, не за окном, а за стеной окна. И в таком случае, если у вас будут кровоточечные боеприпасы, вы ничего не сделаете, если он, опять же, просто уйдет за препятствия. С медиумама, самими патронами спринтфилда оригинальными, можно хотя бы что-то попытаться сделать. Ну, и плюс, опять же, 130 урона, это, ну, довольно немного, довольно немало, которые наносит спринтфилд. Вот. Поэтому желательно иногда все-таки, да, менять патроны в зависимости от ситуации, в которой вы находитесь, от файта, в котором вы находитесь. В общем, ладно, мне кажется, я более-менее самое основное все сказал. Если, опять же, будут какие-то вопросы, советы, пожелания и так далее, пишите все в комменты. Вот. Спасибо всем большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И увидимся в следующем видео. Я думаю, следующее видео будет спешл к 100 подписчикам. Потом я придумаю, наверное, какой-то гайд по снайперкам. Ну, и, может быть, вы опять что-нибудь еще посоветуете. Да, хант иногда, я думаю, будет разбавляться контентом из других игр, веселым контентом. Так что вы не пугайтесь, и если будете проявлять поддержку и там, я буду очень благодарен. Вот. Поэтому, да. Спасибо всем еще раз. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok